Уйдут в леса на две недели студенты Сибирского геофизического колледжа отправятся в Ленинградскую область, туда, где во время Великой Отечественной войны гремели сражения. Семь человек, каждый прошел инструктаж по технике безопасности, будут искать останки красноармейцев, чтобы с воинскими почестями перезахоронить павших. Сегодня участники экспедиции возложили цветы к вечному огню на монументе славы. На мой взгляд, это одна из действенных форм патриотического воспитания, когда не просто какие-то фразы, лозунги и так далее, а когда дети берутся за очень сложную, тяжелую, но очень благодарную работу. Я хотел бы выразить благодарность сибирскому антрациту, который принял участие в подготовке, финансовое участие в подготовке экспедиции, они помогли нам. Причем они с большим удовольствием откликаются на подобную просьбу. В 1941 году Ленинград окружили немцы. Советские войска пытались прорвать блокаду. Наш полководцы планировали взять в кольцо и уничтожить вражескую группировку, но план провалился. Красноармейцы понесли огромные потери и надолго застряли в болотах. До сих пор поисковики находят на бывшей прифронтовой полосе останки людей, оружие, боеприпасы. Новосибирские отряды дважды в год ездят на такие раскопки в апреле и августе. И вот теперь к ним присоединились студенты геофизического колледжа. Кстати, поехать парни могли еще в прошлом году, но тогда все отменили из-за пандемии. Там до сих пор, так как это заболоченная местность, очень много павших бойцов лежит в земле, которых просто оставили там. Есть верховые, а есть воронки, блиндажи. Верховые работы проводятся лопаткой. Обкапываем, начинаем за 2 метра от места предполагаемого остатков бойцов. Перебираем полностью, снимаем грунт, перебираем, фотографируем это для отчета протокола. Продолжение следует...